В центре раннего развития бакалибрики вашего ребенка научат быстро воспринимать информацию, обрабатывать ее и молниеносно выдавать в электронном виде. Преимущество системы в том, что начать процесс обучения можно уже с первых дней рождения малыша. Педагоги считают, что именно в младенческом возрасте дети наиболее восприимчивы к новому и легко все запоминают. Каждый ребенок должен стать творцом, если мы хотим, инновационного развития. Поскольку в современном мире, в мире сложной техники, успех может быть только при массовом изобретательстве. Изобретатели-одиночки уже мир не спасают. Возьмите, допустим, сложнейшие летательные аппараты, аэробус или боинги. Один человек же не может все узлы продумать. Нужна группа коллективов. Но этот коллектив должен весь состоять из талантливых изобретателей. Рашид Хамзуевич в Триспедагогике с 80-го года. Изначально эта система была рассчитана на ученых, инженеров. Но она не была столь эффективна. Чуть позже автор решил написать собственную образовательную программу для детей раннего возраста и в ее основу положил законы Триспедагогики. Результат превзошел все ожидания. Дети впитывали информацию как губка и демонстрировали просто ошеломляющие успехи. Недавно у нас прошел конкурс «Дружные три зайки». И поставлены четыре рекорда. Первый рекорд – это по мнемотехнике 505 знаков после запяточки слапинь. Девочка поставила рекорд. Вероника Куркина – это старшая дочь Елены Владимировны Куркиной. Она же поставила рекорд по технике быстрого чтения – почти 800 слов в минуту. И помехоустойчивость – 3 минуты 15 секунд. Когда она читает текст, поет песню, рассказывает скороговорки, но при этом ее несколько человек пытаются отвлечь. В том числе и физическими воздействиями. Она удержалась 3 минуты 15 секунд. Лена Ключкина, она поставила рекорд по набору текста слепую. Ну, с ней не глядя. 92 знака в минуту. На открытии Центра Бакалибрики автор образовательной программы лично представил ее и рассказал родителям о методах эффективного развития детей. После презентации каждый мог задать вопросы Рашиду Шарипову и записаться на пробное занятие. Кстати, оно бесплатное. Его может пройти любой ребенок в возрасте от 6 месяцев до 8 лет. А дальше решение за мамами и папами. Хотят ли они, чтобы их дети стали гениями? Центр нам очень понравился. Очень интересная программа. Необычная. Такой нету не только воденцованной в Москве. Поэтому мне кажется, что детям будет очень интересно. Здесь, кроме того, что очень интересная программа, очень яркие помещения, очень интересные. Ребенок сегодня оценил, попробовал все. Я думаю, что ей будет интересно. И с возрастом программа меняется. И может заниматься достаточно долгое время. Бакалибрики – это формирование творческой личности средствами теории решений изобретательских задач. Центр расположился в уютном помещении по адресу улица Новоспортивная, дом 4, строение 1. Развивайте способности детей вместе с бакалибриками. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Мария Шматкова, Артем Ломоносов.